Привет, друзья! Вы смотрите канал скетчинги Стародровин. Меня зовут Стас. В этом видеосюжете я вам расскажу о пяти книжках, пяти книжках, которые должен, по моему мнению, прочитать каждый начинающий скетч-художник. Начну я с книги Феликса Шайнбергера «Альбом ваших идей. Учимся делать эскизы в дороге». Очень интересная книга для начинающих скетч-художников. Основная идея этой книги – показать, насколько ценен ваш альбом с эскизами-набросками, где собраны не только ваши рисунки как таковые, а где представлены еще и все ваши воспоминания, ваши эмоции, ваше настроение, отношение к тому, что вы рисуете. К тому же эта книга, чем интересна, тем, что снабжена потрясающими иллюстрациями, которые сделал автор в разных странах, в разных городах. Здесь и предметы, и городские пейзажи – замечательные вообще иллюстрации. Также есть очень много персонажей, жителей городов и стран, где путешествовал автор. Причем как дружелюбный, так и не очень. В общем, очень классная книга, советую почитать. Вторая книга называется «Кради как художник» автор Остин Клеон. В общем, эта книга о том, как смотреть на мир глазами художника, в самом очень таком широком смысле этого слова. Здесь многие художники, в том числе и я, нашел для себя и найдут для себя ответы на такие очень важные вопросы, как «Где же искать вдохновение?», «Как создавать новые идеи?», «Как черпать новые идеи для своих сюжетов?» «Что вас вдохновляет?» и «Как собирать такой новый материал для своих сюжетов?» Плюс к этому всему книга снабжена, дополнена высказываниями замечательных людей, известных писателей, музыкантов, таких как Гёте, Марк Твен, Дэвид Буи. Друзья, давайте отвлечемся на минуту от книг. Так как мы сегодня говорим об искусстве и о художниках, рекомендую вам посмотреть канал об искусстве и, скажем, об арт-жизни Фаины Юнусовой. У нее интереснейшие сюжеты на такие темы, как арт-выставки, арт-новости, обсуждение интересных вопросов, обзор книг также, тоже есть интервью с художниками. В общем, этот канал интересен тем, кто интересуется искусством, ну и начинает осваивать профессию художника. Поэтому обязательно посмотрите ее сюжеты, ссылка на этот канал будет в описании этого видео. Советую подписаться. Теперь перейдем уже непосредственно ближе к рисованию, к технику рисунка. Так вот, всем, кто любит работать карандашом, понравится, я убежден, что понравится книга, автор Эндрю Лумис, называется она «Забава с карандашом». В общем, там есть такой интересный персонаж, который будет сопровождать вас на протяжении всего чтения книги, называется профессор Блук. Так вот, этот забавный персонаж как раз-таки покажет вам, как поэтапно просто нарисовать фигуру человека, в том числе и мультяшного персонажа с эмоциями, с какими-то такими рожицами, гримасами, в разных ракурсах, в разных там положениях. И еще вы узнаете много о основах рисунка, перспективе, композиции. В общем, такая классная книжка, и она вот очень простые такие моменты дает, что вы когда прочитаете ее, вы поймете, елки, как много я уже действительно знаю. Если совместить скетчинг и ежедневник записную книжку, получится интересно новое направление в скетчинге, которое называется «Визуальные заметки». Так вот, следующая наша книга — это «Визуальные заметки на практике» автор Майк Роуди. Замечательная книга, она вам покажет, как очень просто можно изложить свои идеи на бумаге. Причем эта книга, она интересна не только скетч-художникам, она вообще для очень широкого круга читателей. Здесь и личности из разных творческих профессий. Это могут быть и режиссеры, и фотографы, и художники, плюс также студенты-школьники, родители, адвокаты, юристы. В общем, все люди, которые хотят, у которых есть подолгую работу и много идей, и они хотят эти идеи излагать на бумаге. Так вот, эта книжка покажет вам как можно создавать графичные, красивые, визуальные материалы, очень просто и наглядно иллюстрировать свои мысли, а потом работать с этими конспектами. То есть, вам будет проще запомнить какое-то событие, мероприятие, какую-то лекцию. И легко с ней работать, как-то себе в голове все это представить. Плюс в этой книге собраны вот именно такие, не просто примеры, а еще и практические советы, как делать скетчи, интересные визуальные заметки на очень широкий круг тем. Путешествия, еда, отдых, развлечения, ну и так далее. Последняя книга на сегодня это Pencil Sketching автора Томас Ван. Я бы назвал ее как перевел, как карандашный эскиз, набросок. В общем, это книга о технике карандашного рисунка. Разбор материалов, техника линейного, тонального скетча, плюс визуальный ряд, великолепные иллюстрации, помогут вам как, с одной стороны, осваивать технику скетчинга, так и улучшать ее. То есть, она подойдет как начинающим скетч-художникам, так и художникам с опытом. На этом все. Я уверен, что вот эти пять книг помогут вам улучшить технику скетчинга или даже просто помогут начать осваивать технику скетчинга и рисовать, получать от этого удовольствие. Ребята, если вы используете в своей практике другие книжки, которые помогают вам как-то развиваться, напишите об этом в комментариях. Можно даже посвятить этому отдельный сюжет и поделиться этими знаниями, этим опытом с другими нашими зрителями. Ну, на этом все. С вами был Стас. До следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok